В авиации часто ищется повод, зачем мне туда надо. Ой, громко, кстати. За сколько 56 лошадиных сил дизельного двигателя Peugeot разгонят эту машинку? Да, это iGassell 2. Приборная панель, как выглядит, ну, глазкопит, посмотрите, цифровая. Классический дизелек, ТНВД. Привод ТНВД, конечно, на этот ремешочек смотришь, всегда страшно немножко капельку. Ненавижу двигатель внутреннего сгорания. В район Лонжерона такие две шлейки, которые будут при раскрытии парашюта подвешивать этот самолетик под собой. И все, летите себе спокойно. Ну, встал двигатель, некуда садиться, значит парашют. А если есть поле, куда приземлиться, можно всегда на такое поле приземлиться. Не знаю, все просто, как апельсин. Если бы братья Райт жили в современном мире, они бы никогда не изобрели самолет. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта. Нам несказанно повезло, потому что вот маленький самолетик, деревянненький, пластмассовенький, замечательненький. И на нем Клаус сейчас летит, ну, куда-то в гости, фаянс. Недавно он вернулся из Швейцарии, на нем летел в контролируемом воздушном пространстве. Общался с диспетчерами, у него тут стоит транспондер, все тут хорошо. В чем удивительность этого самолета? В том, что здесь стоит моторчик от Peugeot. Совсем маленький, дизельный. Удивительно, но он работает. Этот самолетик жрет 6,5 литров топлива в час. То есть двухместный самолетик, на котором можно реально взлетать вдвоем. Имеет запасов, стоило на тысячу чем-то километров, 1800, по-моему, может пролететь. Это очень простая штуковина, и он недорогой. Засколько Клаус купил, не говорит, то недорого. Но в интернете можете поискать по нему чуть больше информации, посмотреть, они продаются. Я смотрел его конструкцию, и она, конечно, не скажу, что сильно идеальна, потому что много мест спорных, там где-то есть крепления такие, которые там разболтались. Но это все отремонтировалось, то есть Клаус купил его и полностью сделал, привел в порядок. И сейчас он расскажет впечатления свои об этом самолете. Клаус? Да, что это? Это гасель 2. Это дом построил, где вы можете покупать планы, от Сергея Пеннек, в Франции. И это было построено по-моему другой, потому что я не могу больше времени, и не могу приехать. Но я купил его最近. И я думаю, что вы можете построить эту плену около 20 000 евро. Вы нужны 3-4 лет, наверное. Если вы посмотрите здесь, это все построено в деревне. Да, это дерево, смотрите. Это построено немного как Робан. Вы видите, все это... Вы видите, это прекрасно. Это очень красиво. Это велосипед. В этом весе около 280 кг. Это легкий автопад. И вы можете купить... Мы имеем в этом моторе, который мотор по мотору 106, который мотор по мотору 106, который мотор по мотору 106. И я, в частности, взял на велосипеде около 1 000 км. И я потребовал 38 литров. В этом конкурсе, это всего лишь 54 км. И в этом конкурсе, по мотору, по мотору 170 км. по мотору, по мотору, по мотору 105 км. и потом вы можете летать с 260-280 километра. И вы получаете, наверное, с 260 километров 12 литров. И это очень хорошая плана, если вы строите себя, и вы не нужны специальные инструменты. Конечно, если вы производите стены, то должен быть минимум знаний. Сверхуны были построены с карбонной фиброй. Это не... Карбонной фиброй? Есть какие-то... Как это? Внутри... Я не знаю. В любом случае, поверхность в позитиве карбонной фиброй. Это очень хорошо. Плана очень хорошо. Не сложно. У меня есть 38-литр и у меня есть 20-литр экстра-танк, который я могу перевернуть во время лета. У меня есть 1200 километров. Это красиво. Это гораздо дороже, чем с автомобилем. Да. И это... Вы можете летать в нормальном аэрфиле. Это не проблема. Фантастика. Спасибо большое, Класс. Спасибо большое, Класс. Друзья, ну как вы понимаете, да? Деревянная конструкция простейшая. Хотя вот крылья сделаны... Я так понимаю, сформованы... Там есть и уголечек где-то. Да. Получается легенький, замечательный, простейший самолетик. Там... Который реально летает. И реально летает далеко. И можно с помощью такого самолетика летать вот в гостик. Сейчас на какую-то конференцию, например. Клаус в Париж собирался на нем летать. И летал, наверное, уже... В Женеве он сейчас был на каком-то сборище. Там... 2000 евро билет стоил на сборище. Ну, оплачивал какой-то эльгарх. Так сказать, местный. Авиационный. И вот на такую тусовку Клаус летал. Спокойно на самолетике. Потому что весело. Потому что быстро. Потому что недорого. Зачем тащиться на машине, если можно красиво лететь над горами. Часто спрашивают Игорь, а хочешь ты летать на самолете? Я летал на динамике в Т-9. Я летал на Бристоле. И мне нравилось учиться. То есть, учиться летать на самолете. Вот есть нюансы по сравнению с планером. Достаточно существенные. Особенно при боковом ветре. То есть, мне было интересно научиться. Научиться заходить на посадку. Научиться заходить на посадку на самолете без движка. Ну, и на этом, скажем так, наверное, интерес мой угас. Потому что, когда начались маршрутные перелеты. Ну, там, например, из одного города в другой. Вот ты там час летишь. Это карта навигации и так далее. Ну, там, прикольно пару раз. Потому что ты привыкшь летать по навигатору с бумажной картой. Ты чаще всего теряешься. Это забавно. Но, в целом, дальше на такого, наверное, интереса нет. То есть, мотор воет. Ты летишь. Все хорошо. И смысл самолета вот именно в транспорте. То есть, это абсолютно точно. Если вам захотели самолет, то вы его покупаете только для того, чтобы куда-то летать с одного места в другое. И это место нам нужно как-то определиться, зачем, куда вы хотите летать. Часто летчики летают с одного рода на другой. Там печенье поесть, чайку попить. Просто для того, чтобы найти повод. То есть, в авиации часто вот такой легкой. Ищется повод. Зачем мне туда надо? Ой. Громко, кстати. Пытаюсь убежать и показать он сбоку, как самолетик этот взлетает. Снимаем издалека, друзья, чтобы показать пролет мимо. Вот Клаус проруливает на полосу. На самом деле, это, конечно, у нас не взлетно-посадочная полоса, а так называемая рулежная разгонная дорожка. Потому что в мире Яса нельзя взлетать с этой полосы. Покажу сейчас почему. Потому что, как вы видите, идет вот она дорожка, дорожка, дорожка. Дальше находится здание. И вот Яса считает, что в это здание можно врезаться на взлете. И поэтому нельзя взлетать. И взлетать можно только вот отсюда, где окончается асфальт. И начинается реальная официальная сертифицированная полоса. Грунтовая. Перед взлетом, как положено, естественно, Клаус проверяет все, что можно. Чек-лист. Полный газ. И смотрим, за сколько 56 лошадиных сил дизельного двигателя Peugeot разгонят эту машинку. О! А нихрена буль! Вот это я в шоке, друзья! Я такого просто не видел еще. То есть я ни разу не видел, как этот самолет взлетает. Я, видите, как далеко ушел. Фух! Вот эта полосочка у нас 400 вообще-то метров. Вы можете посмотреть, насколько же он быстро взлетел. Ну, понятно, что Клаус один. Топлива у него до фаянса и обратно. То есть не так много. Вот это счастье. 20 тысяч евро стоит построить этот самолет. Поэтому, когда я слышу, слышу от Клауса неприлично низкую стоимость за вот этот замечательный самолетик. Я так понимаю, что это там 10 тысяч евро ему, наверное, не стоило. Когда он его купил, он не новый, естественно. Блин, вот такую штуку поржать я вот точно хочу. Многие говорили, вот дизельный мотор Peugeot, там он развалится или на тополя. Но есть определенный тип дизелей. Это достаточно старый дизель, которые вполне себе надежно работают. Вот вы видите самолетик, который при этом и экономичный, и надежный. Сделан редуктор надежный. Да, есть ремень ГРМ, он может порваться. Но, с другой стороны, мой двигатель, классный сертифицированный двигатель Ванкель на шляхере G32dmi отказал у меня уже 6 раз. И мотор встал. Ну, Жура, готовься к взлету, к посадке. Самый короткий полет, но познавательный. Не говори. Между рулем и прокладкой что-то застряло. Шесть раз, друзья, и шестой был в воздухе на 4 такметрах. Просто порвался ремешочек, который крутит турбинку. Которая качает воздух, пропускает его через ротор этого двигателя Ванкеля. И там же есть насосик, который смазывает двигатель. Соответственно, на 400 метрах вырубилась смазка. Вырубилась продувка ротора. Я не знаю, что еще с мотором. И про индикации никакой нет. Достаточно было вставить датчик давления за турбиной воздуха. Чтобы, если оно падает, был бы сигнал какой-нибудь. Или давление масла. Этого ничего нет. И поэтому я еще сколько-то минут летел на таком моторе. Увидел потом, что растет температура. Заглушился. Но это вот они, сертифицированные моторы. Вот этот шкив турбины. Болтается он, как, извиняюсь за вооружение. Я не буду материться сейчас. В общем, так он и болтается, как хочет. Не знаю, может это так и должно быть. Может тут подшипники не нужны. Может турбина так должна работать. В общем, какая-то шняга полная. Через две недели после того, как мотор отремонтировали, у меня порвался сразу ремень. Сколько мне жить теперь на заводе? Ненавижу двигатель внутреннего сгорания. Отказывают как не сертифицированные вот такие моторчики, так и супер-пупер сертифицированные, как на моем шляхере. Мне наконец-то ответили с завода и сказали, неделю я ждал ответа и сказали, ой, мы посмотрим, почему порвал свой ремень, почему накрылась у вас турбина на сертифицированном двигателе. Поэтому вот дешево, сердито летает. Клаус уже запланировал установку сюда спасательного парашюта. Вот туда делается отсек, ставится. Вывести только надо в район лонжерона такие две шлейки, которые будут при раскрытии парашюта подвешивать этот самолетик под собой. И все, летите себе спокойно. Ну, встал двигатель, некуда садиться, значит парашют. А если есть поле, куда приземлиться, можно всегда на такое поле приземлиться. Не знаю, все просто, как апельсин. Поэтому, когда говорят, что как же вы можете летать на штуке с двигателем от Peugeot, блин, если он сделан аккуратно, хороший, зарекомендовавшийся дизель, а по слухам, как раз дизель очень хорошо подходит. Если он собран, грамотно обслуживается, если там сделан качественный редуктор с запасом, который сделан хорошо, судя по всему, что летает много и счастливо, то, наверное, почему бы и нет. В конце концов, повторю, что хороший опытный пилот на таком легеньком самолетике приземлиться на любую полянку. Вы видели, как он залетел. Причем, это в горку он разгоняется, видите? То есть, подъем в горку, и здесь оторвался. Ну, может быть, 150 метров пробега. Вообще, конечно, фантастика. Повторю, полоса вся, асфальтовый вот этот кусочек, 400 метров. О, а нихрена буль! Вот это я в шоке, друзья! Прелесть еще в том, что этот самолет ультралайт, его может обслуживать сам Клаус. Ну, естественно, он там часть работы не делает, делает какую-то нормальную механику. Здесь у нас Ferrari чинят всевозможные, Lamborghini. Здесь шикарный Firmicani, который сказал, что этот двигатель ему там в ближайшее время переберет, чтобы точно знать, что все правильно стоит и настроено. Это возможность летать. Возможность летать без избыточной бюрократии. Почему я, собственно, ультралайт-классы люблю? Почему у меня, собственно, есть Taurus-пипестрель? Потому что он немножечко выходит за эти рамки мира и аса. Ты можешь что-то делать своими руками. И вот это прекрасно. Сама конструкция очень удачная. Видите, как красиво все сделано. Как все соединено в единый некий блок. Алюминий, стоечки. Тут есть, соответственно, гащение вибраций. Все это аккуратно закреплено на вот этом силовом шпанготе самолета. Видите, как все красивенько вписано. И самое интересное, что Клаус говорит, что такой мотор стоит 300 евро на разборке. И он прекрасно капиталится и может бегать долго и счастливо. Таких самолетиков с таким мотором во Франции бегает достаточно много. И статистика вполне себе приемлемая. То есть не сказать, что они там падают очень быстро и очень много. Моторчик интегрирован, как мне кажется, очень красиво. Естественно, как-то решена проблема с тем, что при... Ну понятно, что он пилотаж крутить не может. Потому что в этом случае при отрицательной перегрузке масло может не попадать в двигатель и он сдохнет. Естественно, это все-таки какие-то определенные ограничения на полет накладывает. Но вот классический дизелек ТНВД. Привод ТНВД, конечно, на этот ремешочек смотришь всегда страшно немножко капельку. Ну, с другой стороны, на машинах это бегает, меняет ремни почаще и все хорошо. Опять же, здесь тоже ремень. Друзья, вы понимаете, что это очень легкий самолет. Вы видели, как он взлетел и на нем приземлиться на небольшое поле. Можно, тем более, что Клаус отличный планерист и всегда готов к посадке вне аэродрома. В перспективе как раз хочет интегрировать вот сюда баллистический парашют, который будет спасать весь самолетик целиком. Тут придется чуть-чуть поработать по узлам, за которые парашют можно будет закрепить. Здесь вообще парашют с ракетой. Очень было бы неприятно. Так что переделать очень нужно. Макс, хочешь посидеть в платье? Разлезай. Ты доволен? Да. Будешь летать на этой штуке? Да. Покупалась она как раз для Макса больше, не для папы. Папа, конечно, оправдывает свои игрушки этим, но в целом очень мне хочется полетать с сыном. Мы с ним уже летали. Летать? Летать. Ты хочешь полетать на планере? Очень? Очень. А хочешь облако потрогать рукой? Да? Ну, вылезай. Мы приехали, Макс. Папа! 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 Хи-хи-хи! Оля, Оля! Сиди-сиди-дикам! Папа, где? Папа! Оля, мама, это око. Ой-хи-хи! Папа! 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 Макс, а ты ну как? Ты как, папа? Махал по трубой? Все, что было много лет назад, сны цветные бережно хранят. А вот здесь ракета? Да, вот ракета, Макс. Видишь, здесь парашют. Надо вынуть эту чеку, дернуть за ручку. Только ты вот это... И Макс этот трогать нельзя категорически. А то бах-бах-бах, из этого люка вылетит ракета, улетит вверх, и у нас парашют раскроется. Будет очень страшно. А внутри ракеты парашют? Нет, ракета вытягивает за собой парашют. Вот, парашют вот в этом контейнере стоит, видишь? Папа, а если в направлении что-то сломалось? Не надо ломать ничего. Нет, когда в полете сломалось. Ну тогда парашют выстреливайся, все, все хорошо. Приборная панель, как выглядит, ну глаз-кокпит, посмотрите, цифровая. Все очень предельно просто, эскетично. Я бы, конечно, себе как-то-нибудь поставил бы указатель скорости, опять же, но с другой стороны, хорошему пилоту и указатель скорости не нужен. Здесь два кресла ставятся. Это второе кресло сейчас снято, потому что Клаус использует мешок под топливо. Видите, вот идет рукав для перекачки. А сам дополнительный бак выглядит вот так. Вот такая соска. Открываешь, наливаешь топливо, подключаешь штуцером, сливаешь. Сколько литров этой штуки я не нашел. Ну я думаю, что литров 20 должно помещаться. Все выполнено крайне эскетично. Вот блок предохранительный, реле, шерелюшки, фильтр топлива, масляный фильтр. Щуп, можно поставить уровень масла. Зато, друзья, эта штука стоит 20 тысяч евро, если вы ее сами будете строить, она обойдется. Я думаю, что Клаус-то это купил совсем недорого. Может быть, с учетом того, что он был, может 5, может 10. Вот самолетик, который взлетает просто как ракета. Клаус взлетел, взлетал за час в фаянс, куда ехать 4 часа на машине. Сделал там какие-то дела, вернулся назад. То есть вот это вот такая авиетка, о которой мечтали многие авиаторы. Очень простой самолетик, который позволяет быстренько куда-то перемещаться. Олег Константинович Антонов мечтал о каком-нибудь маленьком самолетике с моторчиком, таком вот, в воздушном микротакси. И так его и не сделал все-таки. Но, наверное, почему? Да потому что двигателей нормальных нет. С другой стороны, их и сейчас нет. Я вот мучаюсь с моторами, и мы всегда можем задуматься, что были бы хорошие моторы в авиации, реально такие, которые позволяли бы таким маленьким самолетикам классно летать, были бы они недорогими. Может быть, это могли бы быть более профессиональные сделанные адаптации от автомобильных двигателей. Но опять же получится, что это будут какие-то фирмы, которые будут иметь сертификаты, за эти сертификаты платить. Это пойдет вот такое многократное наслоение стоимости на продукт, который вот этот двигатель можно купить за 300 евро. Вполне рабочий двигатель. Вот купить его, вложив туда тысячу-полторы, можно сделать шикарнейший капитальный ремонт, знать, что двигатель прослужит еще долгое время. И купить запасной, еще один запасной куда-нибудь спрятать. Это позволяет летать дешево. Нужно ли такое? Не знаю, Клаус может слетать фаянс, потратив 6 литров дизельного топлива. Это еще получается экологично, потому что, поехав на машине, даже гибридной, он бы туда сжег бы там литров, наверное, 20-30, и потратил бы кучу времени. Поэтому, грань такая, огромный плюс, что эта система вся нерегулируемая. То есть, вот это вот полеты на этих самолетиках, обслуживаниях и так далее, максимально дерегулировано. То есть, во Франции, не знаю, как в Германии, например, но во Франции на таком самолетике можно летать. И это прекрасно. Это то, наверное, за что я люблю Францию. И надеюсь, что оковы, которые связывают ее вот в этой системе ЯСО, все-таки будут какие-то кусочки находиться, нишечки вот такие же, где чуть людям будет давать больше свободы. Как и здесь у нас в небе. Мы можем летать до 5800 метров, не подая ни заявок, ни планов. Потому что это наше небо, потому что небо для людей, а нет для бюрократов. Простота чем-то нравится. То есть, вы видите, можно сделать самолет. Вот есть на него чертежи, эти чертежи можно купить, сделать такой самолет самому и летать долго и счастливо. Так что, когда мне говорят, что авиация это дорого, вы просто не умеете ее готовить. Сколько кончжет? Это самый частный вопрос. 6,5 литров в час вот этот маленький дизельный самолетик кушает в полете. И это немного, потому что Клаусу, чтобы слетать в фаянсы сегодня и назад, это заняло порядка 40 минут туда, 40 минут назад. Соответственно, 10 литров он потратил топливо. Я сегодня взлетал вот на нашем планере ДГ-500М два раза. Я набирал каждый раз по 1000 метров. Ну и вот на 3000 метров мне нужно где-то порядка 4-5 литров. 4-4 литра, где-то 8 литров я сегодня скушал сзади. И летал вот весь день, пока вот грозы у нас не заблокировали, с двумя учениками все прекрасно. Это, конечно, все не затеивается ради экономии топлива, но это удовольствие минимально расходует ресурсы планеты на собственные перемещения. На машине путь в фаянсы и назад занял бы у Клауса 6 часов времени и порядка 40 литров топлива. Он потратил бы весь день. А так он уже дома. Ну и мы дома. И все счастливы. Если бы братья Райт жили в современном мире, они бы никогда не изобрели самолет. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. И подумайте, почему раньше самолет могли сделать за 2 года, а сейчас и 10 лет не хватает.